Клиновая доска Сыхает и зажимы снимают. Поверхность выравнивают маленьким рубанком. Затем мастер рисует контур скрипки и вырезает заготовку. С помощью еще меньшего рубанка поверхность стесывают, формируя нисходящий уклон. Затем по контуру прорезается желоб. Его покрывают клеем и вставляют так называемый уз. Усиление из тонкой полоски твердой древесины, обычно из клёна. Затем изготавливают боковые части скрипки, обечайки. Тонкие полоски из клёна или платана вымачивают и прижимают к горячему железу, чтобы изогнуть. Затем полоски приклеивают к форме, закрепляясь сверху и снизу по углам маленькими брусками. Всё фиксируют и оставляют сохнуть на 4 часа. Потом на края обечайки наклеивают тонкие полоски дерева, контр-обечайки. Это увеличивает поверхность, чтобы проще было приклеить заднюю деку. Передняя дека скрипки делается из цельного куска ели. На обратную сторону приклеивают опорную планку, называемую пружина. Звук идёт через две изогнутые щели, их называют эфы. Гриф и витую головку скрипки вырезают из куска клёна. А затем приклеивают к корпусу. Накладку на гриф делают из чёрного дерева. Твёрдая древесина способна выдержать столетие в прикосновении пальцев скрипачей. С помощью сверла для колковых отверстий мастера делают отверстия для колков из чёрного или красного дерева, на которые натягивают струны. Дерево покрывают четырьмя-пятью слоями лака в зависимости от цвета и в течение нескольких дней полируют маслом, пока поверхность не станет блестящей и шелковистой. Затем вставляют дужку. Этот сосновый цилиндрик проводит звук и поддерживает переднюю деку под нажимом смычка. Очень важно точно установить его между передней и задней деками. Его не приклеивают, скорее вклинивают на место. Порожек тоже не приклеивают. Его удерживает на месте давления четырёх струн, пропущенных через эбонитовый струнодержатель и намотанных на колки. В порожке сделаны пропилы, в которые ложатся струны. Теперь скрипка готова. Смычок делают из конского волоса и качественного бразильского дерева пернамбуку. С одного конца волос скрепляется прочной швейной нитью, обжигается и покрывается воском, чтобы не растрепался. Этот конец вставляют в колодку, деревянную коробочку на конце смычка. Колодку покрывают перламутровой накладкой, затем надевают кольцо из никеля, серебра или золота, чтобы волос не спутывался. После этого вставляют винт, который контролирует натяжение волоса. Волосы расчесывают, чтобы они шли параллельно и вставляют в кончик смычка, называемой головкой. Винт заворачивает, пока волос не натянется. И, наконец, наносят канифоль, липкую сосновую смолу, чтобы смычок не соскальзывал со струн. Однако это не помешает начинающим извлекать звуки, напоминающиеся.